Еще раз добрый вечер, дамы и господа, у микрофона Юрий Пронько, ежедневная программа «Сухой остаток» на радио Финам-ФМ. Сегодня будем говорить о текущей ситуации, о трендах, которые имеются на рынке. Ну, одна из таких оглушительных, я бы сказал, новостей, хотя и ожидаемых, то, что агентство S&P понизило там уже ниже плинтуса, можно сказать, кредитный рейтинг Греции. Хотя, в общем-то, как говорят трейдеры, аналитики, все это ожидаемо. Там, по-моему, ниже только Пакистан находится, ниже уровня нынешней Греции. Я представляю вам моих сегодняшних гостей, ваших собеседников. Это Александр Лапутин, начальник отдела инвестиционного консультирования Брокерского дома «Открытие». Александр, добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Дрогавцев, управляющий активами, руководитель отдела биржевого рынка инвесткомпании Финам. Сергей, добрый вечер. 65 10 99 6, код Москвы 495, это номер многоканального телефона, www.finam.fm. Это наш сайт в интернете для ваших писем, вопросов, комментариев. Но вы слышите то, что у нас господин Лапутин, господин Дрогавцев, поэтому все крайне прикладные темы, никаких там выветриваний, заветриваний и так далее. И будем говорить о том, как заработать, как приумножить, ну и как сохранить, собственно, те финансовые ресурсы, которые у вас имеются. Вот, Сергей, я точно обязательно поговорю сегодня о доверительном управлении. Вот тот эфир, да, он вызвал такой повышенный интерес, после которого я получал массу писем, где меня обвиняли в ангажированности, в том, что вот они, там нас дурят, да, а вот вы им даете возможность высказаться, а мы вот такие белые пушистые, мы хотим зарабатывать, а вот они же нас обязательно обдурят, да. Все-таки, сейчас очень жестко скажу, является ли фондовый рынок такой дурилкой, да, для обычных инвесторов, ну, которым не то, что они финансово неграмотно, нет, которым просто некогда этим заниматься, да, потому что этим надо заниматься профессионально, ну, либо рассматривать временной лаг инвестирования, ну, например, пять лет, вот пять лет, да. Значит, я вот что сейчас сделаю, я хочу провокативно сейчас вам задать вопрос, уважаемые слушатели, но не просто, чтобы вы ответили, да, нет, там, вот по поводу дурилки, да, все-таки, как вы считаете, российский фондовый рынок, вообще, в целом, фондовый рынок, это дурилка для инвесторов, там вас обманут, да, там вас нагреют, или есть примеры среди слушателей Финам.ФМ, которые реально зарабатывают, или заработали, или сохранили свои финансовые ресурсы. Я просто хочу понять ваше мнение, да, 65, 10, 99 и 6. Все-таки это такое вот дурилово, такое казино, где есть профессионалы, трейдеры, умные аналитики, да, значит, спецы такие, да, которые вот, они ждут, когда вы принесете им свои кровно заработанные, выложите им эти деньги, да, а потом день такого всепрощения произойдет, да, всем все друг другу простят. Или все-таки вы придерживаетесь иной позиции. Крайне важно услышать именно мнение людей непрофессиональных, то есть, понимаете, еще раз подчеркну, это вопрос для, не стесняйтесь, если вы скажете дурилка, я тогда вас попрошу обосновать, да, вот это единственная моя будет просьба, почему, допустим, сравниваете фондовый рынок, там, с казино или вот с таким обманом, 651099,6, либо пишите, нет, не пишите, потому что я не знаю, у нас работает, сейчас не работает, нет, поэтому только звонки 651099,6, код Москвы 495, где-нибудь 3-4 звонка, не репрезентативно, но зато мы поймем, вот какие настроения есть у радиослушателей, радиостанции Финам-ФМ. Александр, скажите, вот, положите руку на сердце, положите руку на сердце, потому что вот те, кто смотрит, да, вас на сайте www.сэнлопутин, сейчас положил руку на сердце, дурят людей на фондовом рынке? Смотрите, как эксперт задумался. Если мы берем две, как бы два понятия, да, когда непрофессиональный инвестор принес... Да, то есть, Саша, рассматриваем ситуацию непрофессионал. Непрофессиональный инвестор принес деньги в управляющую компанию, либо купил пиф, либо купил услугу доверительного управления, и профессиональный управляющий рулит его деньгами. Нет, это достаточно зарегулированная вещь, но опять же, криминал мы не берем, что откровенно там взял деньги... Пирамиды мы не берем. Да, пирамиды мы не берем, криминал мы не берем. Нет, это зарегулированная достаточно структура, где что-то сверхъестественное сделать такое, что взять у клиента деньги, положить себе в карман, ну, скажем так, крайне сложно, да. Ну, опять же, возможно, люди вспомнят одну известную компанию, которая там обнулила деньги клиентов и так далее, но сразу скажу, что то доверительное управление было не по российскому законодательству, там были замешаны офшоры, поэтому, когда приходите в компанию, очень внимательно смотрите, с каким юрлицом, какой юрисдикцией вы заключаете договор. По российскому, значит, законодательству нет, это не, скажем так, не обман, это действительно управление активами, доверительное управление активами, которое профессионалы управляют. То есть вы хотите сказать, что нынешнее российское законодательство, оно, в общем-то, на стороне инвестора? Да, оно на стороне инвестора, причем, безусловно, и абсолютно на стороне инвестора, да, то есть, как даже некоторые люди говорят, что почему ФСФР так довольно жестко зарегулировало, там, пифы и все остальное, они стремятся уменьшить количество способов, которыми управляющий может потерять ваши деньги. Вот, утрировано, но, наверное, правильно, да, что задача ФСФР, задача регулятора, не позволить управляющему заработать вам миллионы и миллиарды, а не позволить управляющему взять на себя больше, чем надо, риск, потому что это опасно, да? Вот, это первое, когда непрофессиональный инвестор приносит деньги доверительному управляющему. Нет, это не обман. Ну и второе, когда непрофессиональный инвестор выходит на рынок, пытаясь там самостоятельно, я не имею в виду инвестировать, я имею в виду агрессивно бодаться с рынком, с профессионалами, вот здесь, но это не обман, это отсутствие опыта, и рынок, это такая вот, как опять же говорят, это живое существо с такой очень подлой натурой, которое всегда показывает, что вот сейчас вроде бы кажется, что точно надо покупать, а то, что кажется, это ровно противоположно. Вот здесь вот у инвесторов может возникнуть такое, как бы, мнение, что вот я пришел на рынок, сейчас я нарежу денег, а все против меня, 10 сделок и все ровно наоборот, да? Но опять же, это не обман, это такой вот, ну, это рынок, еще раз, это такая сущность, где вот это вот кажется, тут даже креститься не поможет, да? Вот, в этом плане, конечно, рынок зачастую против неопытного частного инвестора, действительно, потому что кажется. Это Александр Лопутин, Сергей, а как вы ответите на этот вопрос? Ведь, ну, я не хочу сказать более надежный, но все-таки, наверное, с точки зрения консерватизма более надежный вариант это положить деньги на депозит, да? То есть, если они у тебя есть, ну, идешь в банк, там многие, практически все, я так понимаю, банки находятся в АСВ, да, в страховании вот этих вкладов происходит, там сумма 700 тысяч, как мне сами банкиры объясняют, и Центробанк об этом говорит, это, в общем-то, на такую сумму и меньшую, да, приходится львиная доля, основная даже доля всех депозитов в российских банках. Вот как здесь быть? Ну, конечно, можно положить деньги на депозит в банк, будет какая-то доходность, но не стоит забывать, что эта доходность будет даже ниже инфляции. Да, вот сейчас банки как-то вот, все ожидания-то были, что ставочки-то они будут поднимать, а они, я так мягко скажу, не поднимают, они даже их снижают. Вот, понятно, что такой инвестор, да, в кавычках назовем его инвестором, он что-то заработает, что-то отобьет, но инфляцию, на инфляцию он потеряет больше. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, логично, если есть какие-то свободные средства, размещать их на фондовый рынок, там не обязательно все, надо выделить какую-то часть. А вот какую часть? Нет, подождите, вот есть НСО, ну, очень сложно, да, оперировать конкретной цифрой, потому что для кого-то будет джемчуг мелок, да, а для кого-то щебут слегка подправленные соусом. Вот какая часть? Это четверть, это 10%, это половина суммы, которую имеет человек, и который, ну, явно он не потратит, да, в течение этого месяца или там длительного периода. Вот на что ориентироваться? Я бы сказал так, что это, во-первых, должны быть деньги не последние, ни в коем случае, ни кредитные, ни заемные, ни последние. Вот, и... Вот, подождите, очень важный момент, то есть не надо на кредитные деньги... Не надо продавать квартиру и там... И брать кредиты. Да, да, или там под залог квартиры брать кредиты, нести на фондовый рынок, это безумие. Там много можно примеров привести. Приведите пример. Ну, например, клиентов, которые так делают... Вы знаете таких клиентов? Да, конечно. То есть, ну, не упоминая фамилии, знаю там много там еще со времен Юкоса, когда вот... Ты что, вот закладывали квартиры, да? Закрыли, продавали квартиры, там, ну, Юкос рос там с 50 рублей, по-моему, до 450, там, в четвертом году. Потом точно так же стремительно падало. Вот на этом росте знаю человек, который реально продал квартиру, купил акции и вместе с этими акциями уехал в ноль. Боюсь даже спросить, и какова его судьба? Как он? Нормально сейчас себя чувствует? Он после этого произошедшего? Честно говоря, на форуме читал вот в онлайне его злоключения. Вот, ну, человек потерял все, там от него жена ушла, там, все, семья развалилась, квартиры нет. Ну, сейчас не знаю, что... Жена подло поступила. Ну, как-то в такую минуту можно бросать вторую половину? Ну, понятно, согрешил. Не надо с такой же степени. Хорошо, значит, выяснили, на кредитные ресурсы ни в коем случае не заходить на рынок. Да, не последние, значит, не кредитные. И надо так спланировать свой бюджет, ну, постараться, чтобы эти деньги не понадобились там в течение года, двух-трех. То есть, ну, желательно там не трогать их, да, потому что инвестирование на фондовый рынок дело долгосрочное. О результатах там можно судить только спустя год, лучше через три. То есть такой вот временной лаг. Да, да, да. И на него надо ориентироваться. Да, и желательно по эти деньги на это время забыть. То есть не надо каждый день открывать свой счет, там, смотреть отчеты. Как это забыть? Подождите, Сергей. Это кровные, да, я достал их вот из собственного кошелька, там, штанин и так далее. И мне говорит инвестор, управляющий, так, на год мне не звонишь, не пишешь, все, забудь про меня. Объясню. Просто в процессе работы имеет место определенная волатильность, счет постоянно скачет. Плюс процент, минус процент, плюс три, минус два. Вот. И если открывать его состояние счета, проверять каждый день, и если это еще сумма достаточно увесистая, то может хватить... Сердечных препаратов не хватит. Да, может хватить кондратья просто там. Плюс машина, минус машина, плюс полквартиры и так далее. Солидно, слушайте, уважаемые слушатели, представляете, да? Вот так вот, вот вы видели на мониторе квартиру новую в Москве, и вот ее нет. Да, прошло пять минут, и ее нет. А, даже так, пять минут, и ее уже нет. Вот. На самом деле, когда там заключается договор доверительного управления, оговаривается инвестиционная декларация, стратегия, риски. Вот. И партийный менеджер, доверительный управляющий, он в рамках этой стратегии, в рамках оговоренного управляет счетом. То есть, если вы уже доверили, то то, как вы дали добро на управление, оно осуществляется в процессе с этим алгоритмом. То есть, вмешиваться постоянно каждый день не имеет смысла, иначе вы будете просто нервничать и переживать. А какие права я имею? Вот хорошо, вот у меня есть сумма денег, да? Дальше мы с вами должны что-то подписать, да? Договор. Договор доверительного управления, да? Какими правами инвестор обладает? Или все права... Вот, понимаете, господин Лопутин сказал, что все наше российское законодательство на стороне инвестора находится. Да? Конечно. То есть, защищает его интересы, и в первую очередь защищает его финансовые ресурсы, да? Какими он правами обладает, вот подписывая подобные документы? Так, ну, во-первых, есть специальный закон, сейчас я напомню, не скажу, как называется, дословно, который регулирует деятельность управляющего. Там подробно прописано, в какие бумаги можно вкладываться, в какие нет. Значит, какие инструменты приобретаются, какие нет. Вот. Что вообще можно с этими деньгами делать, вот, которые клиент доверил, передал в доверительное управление? Вот. Для клиента это все прозрачно в том плане, что он может получать отчеты, фактически ежедневно по запросу. Ну, по закону там ежеквартально, но по запросу он может делать это каждый день. Вот. Плюс, каждая сделка на бирже имеет свой индивидуальный номер. Если у клиента есть какие-то сомнения, там, ну, мало ли, осуществлялась ли такая сделка по его счету, он может прислать запрос на биржу, ему подтвердят, была такая сделка по его счету или нет. Вот. Плюс жесткий контроль со стороны ФСФР за управляющими компаниями. То есть у нас шаг влево, шаг вправо – это расстрел. То есть мы четко следуем тому, что прописано в законах. То есть на самом деле так жестко все регламентировано? Конечно, конечно. Ну, еще, да, еще один такой момент довольно важный. Вот есть ПИФ и есть доверительное управление, да? Если клиент приходит в доверительное управление, нужно понимать, что управляющий совершает все сделки на счете клиента. То есть все, что лежит, все акции, облигации и так далее, они принадлежат клиенту напрямую, не управляющему, ничего. Управляющий просто дает поручение купить либо продать. Это все лежит на счете клиента. То есть он собственник данного актива. Собственник данного актива он, клиент. Что касается, например, ПИФа, да? Здесь собственность опосредована, то есть всеми активами владеет ПИФ, а собственник владеет частью ПИФа, да, то есть какими-то паями. Но здесь еще появляется такая вещь, которая, такой институт точнее, который клиенту на самом деле не виден. Это спецдепозитарий. Это такая машина, да, которая проверяет каждую сделку на предмет того, может ли она быть заключена по нашему законодательству или нет. И если нет, то он просто не пропускает эту сделку. Это такой еще один регулятор, еще одна надстройка над этим делом, чтобы клиенту было спокойнее и надежнее. И, кстати, вот еще к вопросу о том, а сколько откладывать, да? В абсолюте, в процентах, наверное, ну здесь все зависит от риска каждого конкретного. Но я скажу, что чем моложе, тем больше. Потому что если, например... Поясните, Александр. Поясняю. Начну с, допустим, человек устроился на работу 25 лет, что-то получает, да? Ну там понятно, что в 25 лет он не будет получать достаточно много, и, честно говоря, еще в мозгах не созрело, что надо что-то как-то вот положить-то в карман, да? Без иллюзий, да, что люди вот... Если он не создатель Фейсбук или какого-то другого актива. У которого там сильно много денег, вот, ближе там к 20, ну там 25-30 лет уже появляется какая-то зарплата. Имеется в виду вполне возможно, что доходы превышают расходы, да? Вот, и здесь можно действительно взять на себя больший риск, то есть вложить в акции, условно говоря, какую-то большую долю. Почему? Потому что, возьмем 2006 год, купили там Газпром по 200, он вырос на 360, ушел на 85, сейчас он снова 200, да? Вот пенсионеру, например... Конкретная ситуация. Да, конкретная ситуация. Вот пенсионеру, например, у которого все, у него уже, собственно, не зарплата, а пенсия, берем такого, условно, европейского пенсионера, у которого есть сбережения, да? Вот ему, наверное, уже нужно держать деньги в облигациях, более консервативных инструментах, потому что в моменте вот эта просадка, она может, ну, во-первых, и нервишки уже не те, да? А во-вторых, она может просто не дать, как сказать, не дать вот пенсионеру забрать необходимые деньги, да? Ну, просто вот упало все и все, вот. А более, скажем так, молодое поколение, ну, ничего страшного, ну, вот, ну, давай 2006 год возьмем. Ну, посижу я три года, выйду в ноль, ну, посижу еще пять, заработаю еще три конца. Посижу в смысле в ценных бумагах. Посижу в смысле в ценных бумагах, Юр. Это важно уточнение. Спасибо, спасибо. Вот, и здесь действительно можно взять на себя риск, даже не столько риск потерять, да? Ну, потому что риск вложиться в ЮКОС, на самом деле, небольшой, да? Действительно небольшой. Вот, а взять на себя риск времени, что в какой-то промежуток времени мои инвестиции будут стоить меньше, чем я принес. Просто будет временная просадка. Ну, опять же, эту временную просадку при регулярном инвестировании можно грамотно использовать. То есть, я сейчас купил на 100 рублей, все упало, я еще куплю на 100 рублей. Условно говоря, усреднюсь, да? То есть, и цена будет лучше, и время будет лучше. И времени до того момента, да? Ну, условно говоря, до выхода на пенсию, да? Либо до того момента, когда я остановлюсь, например, в рантье. Да, я вот накопил там свой миллион долларов, он мне дает в там... У меня пару квартир в Москве. Пара квартир в Москве. А тогда зачем миллион долларов? Зачем уже миллион долларов? Нет, тогда уже не миллион нужен, тогда 5-10 надо, да. И вот, есть какая-то сумма, которая там, условно говоря, на 70-80% лежит либо в депозите, либо в облигациях. Она дает какой-то рентный доход, там 20-30% в акциях, а не это рисковая часть. Вот к этому, ну, так вот, можно сказать, что вот к этому идет большинство инвесторов. Но есть все-таки устрененная сумма тех денег? Нет, да? Да нет. Ну, у кого-то зарплата 5 тысяч, у кого-то 20, у кого-то 100, у кого-то 300. В долларовом эквиваленте. Да, у кого-то в доллары в эквиваленте. Вот попробуй. Вычисли. Да, вычисли. Опять же, здесь есть некий порог, да, есть некий порог, где вот человеку для нормальной жизни, нормального существования нужно 50 тысяч рублей. Он зарабатывает 40, в чем-то себя ущемляет. Дальше он начинает зарабатывать 70. Как бы хорошо, появляется излишек, да. Как он только начинает зарабатывать 100, его траты становятся 110. Дальше опять зарплата потихонечку перегоняет его уровень жизни. Вот здесь, на самом деле, вот то, о чем вы говорите, Александр, очень такой важный момент, потому что с возрастанием зарплаты, с ее ростом, да, растут потребности. Причем динамика порой опережающая полученные доходы. Абсолютно верно. Вот к чему я хотел подвести. Потому что, например, да, вот мы, люди, у которых есть машина, даже если человек не планирует все, не расписывает, он понимает, что примерно там тысяч пять в месяц я откладываю на бензин. Приблизительно, да. Это мои вот расходы. Дальше. Примерно там 10 тысяч рублей я откладываю на еду. И вот одним из этих пунктов может быть, что примерно там 5% зарплаты я откладываю в акции. И мы до того, как мы начинаем это тратить, мы понимаем, что это мои расходы, мое будущее счастье. Если мы их сразу, ну, не вычеркиваем, а сразу, как бы, понимаем, что вот мы там 5 тысяч на бензин и 10 тысяч в акции, а вот что останется уже на пиво, на семечки и на все остальное. Потому что вот эти незапланированные покупки, они съедят все. Мне нравится прикладной характер нашего разговора, да. Значит, там вы еще забыли траты на девушку или на супругу. А это тоже немаловажно. И, кстати, геометрически прогрессирующие расходы у потенциального инвестора, да. Но мы ни в коем случае не сравниваем девушек с фондовым рынком, да. Это уж вам самим определяться, куда, в кого вкладывать. Во что или в кого вкладывать. Невозможно сравнить доходность. Доходность абсолютно неэквивалентная в данном случае. Я хочу сообщить нашим слушателям, все-таки работает наш сайт, потому что я получаю ваши письма www.finam.fm и 651099.6. Код Москвы 495. Сергей Дорогавцев, Александр Лопутин у нас сегодня в программе «Сухой остаток», поэтому звоните, пишите. И я все-таки хочу услышать-то ваше мнение, да. Все-таки это что? Была ли практика в вашей жизни? Заработали, погорели? Все-таки вы консерватор по своей сути, да. Но тогда вы идете в банки или в стеклянную банку, складываете деньги, а банки сейчас снижают. Вообще они гады на самом деле. В нынешней ситуации, когда необходимо поднимать процентные ставки по депозитам, они говорят, кукиш вам. Ну почему же гады? Потому что снижают. Это бизнес. Я понимаю, я понимаю. Но, понимаете, для того, чтобы людей перевести из банка, я ничего против банков не имею, да. Пусть они процветают, это очень хорошо. Но чтобы заставить человека, знаете, у нас модное слово, принуждение, да, принуждение к фондовому рынку. Вот для того, чтобы принуждение состоялось, нужно, чтобы человек глазами видел вот это, да, цифры. Банковский депозит. Минус такой-то, с инфляционными ожиданиями такими-то, да. Но ведь им по ушам ездят то, что будет инфляция 6,5-7,5. И все же прекрасно понимают, что этого не будет. Но тем не менее. Вот смотрите, Дмитрий из Екатеринбурга пишет. Я не профессионал и сам крупно пролетал на фондовом рынке, терял деньги, этот мир не черно-билый, он цветной. Так и фондовый рынок, там есть все. Но это вид работы. А если ты решился заниматься любой работой, ты должен изначально этому обучиться и обучаться всегда. Учиться, учиться, еще раз учиться, и будет доход на фондовом рынке. Как вам такое письмо из Екатеринбурга от Дмитрия, Сергея? Полностью согласен. Готов подписаться под каждым его словом. Работа на рынке, это такая же работа, как и любая другая. То есть нельзя этим заниматься там 10 минут в неделю и стать миллионером. Можно, но случайно. И потом, как правило, человек такой вот случайный. Бывают случаи, когда люди... Знаю много случаев, когда они взлетали, но не знаю ни одного, кому бы удалось удержать. То есть люди поднимаются и так же быстро, стремительно все теряют. То есть фактически они становятся миллионерами в какой-то момент, да? На 2 дня. На 2 дня. На 2 процента. А подождите, вот когда человек подходит к такому уровню, ну ладно, там миллионеры, это достаточно высокая планка, да? Но когда его доходность, там вот, ну, квартира, да, или там полмашины, полдома он видит, да? В этот момент ему выходить? Вот что в этот момент? Он не может остановиться. Он думает, я принес 10 тысяч, заработал миллион, сейчас еще пару недель таким темпом у меня будет 10 миллионов или 100. Ну, вместо 10 или 100 получается там... Получается ноль. Получается ноль. Действительно, да, на моих глазах происходило, вот, происходило случай... История жизни, реальная история. История жизни, реальная история с реальным человеком. В 2007 год, декабрь, приходит человек, приносит миллион 400, что ли, рублей. Это хорошее дополнение. Что мы все-таки не в долларах, а не в евро считаем, да? Приносит миллион 400 рублей. Говорит, я хочу купить опцион. Вопрос, зачем? Я хочу заработать денег. Сколько? Ну, вот там, мне нужно там 100% годовых и так далее. Ну, мы попытались его немножечко... К земле так? Да, к земле немножечко приспустить. Не получилось. Значит, человек покупает в декабре 2007 года опционы Call на все. На все. Январские. Ловит в течение, по-моему, чуть меньше, чем двух торговых дней. Ловит самый большой рост. Его опции удваиваются. После чего он приходит к нам. Понятно, что, в принципе, все уже... Все консультанты, все остальные люди, это не... Вообще, абсолютные новички, что вы здесь мне говорили, что 40 это много. Кто вы? Я вас... Я тут вот вас сделал, да, всех. Я вас, гадов, за два дня два конца. Самое страшное, что, может быть, с новичком, это первая положительная сделка. Точно, совершенно точно. Если убивает наповал сразу. Уже этого ничего нет. Такая корона появляется. Вот. Дальше. Все нормально. На что мы ему отвечаем? Друг мой. Очень хорошо. Мы вообще ничего не понимаем. А он отвечает, вы, для вас тамбовский друг, товарищ. Мы вообще ничего не понимаем, но мы понимаем одно. Вот принес, условно, принес полтора. У тебя три. Забери свои полтора. То есть он говорит, забирай. Забирай. Вот самая глупость, которую брокер может сказать, ну, со своей стороны, да, клиенту, забирай деньги. Мы говорим, забирай свои деньги, потому что такие долго не живут на рынке. Ну, как-то покрасивее, конечно, сказали. Вот. Нет. Значит, человек перешел через... Через налоговый период заплатил все налоги, все как положено. Снова кто-то ему сказал, что рынок вырастет. Вот в январе он покупает опционы кол, а трех миллионов, ну, там, три миллиона минус налоги, у него остается где-то порядка, там, тысяча пятьсот или тысяча семьсот рублей. Да. Вот. Потом, соответственно, понятно, что виноват остался рынок, все, кроме этого человека, но что самое интересное, что самое страшное, да, как мы впоследствии узнаем, что человек продал одну квартиру. Да, да, и между покупкой, ну, там, по-моему, комната, что ли, была, да, вот, и хотел заработать и купить квартиру больше. А мужиков, там, под сорок лет живет с мамой. Да, вот, вот, собственно, последствия. Нет, подожди, господа, а что вы мне кошмарите публику, а? На ночь глядя. В Москве 20 минут, 33 минуты, они бедные и так толкаются сейчас в пробку. Как раз не кошмарим, во-первых, нужно четко понимать, да, что чудес не бывает, что нельзя, вот, нельзя прийти на фондовый рынок и... И сказать, хочу, сто процентов годовых. Можно, нельзя прийти на фондовый рынок и получить сто процентов годовых, а как совершенно правильно сказали, что даже если ты пришел и получил сто процентов годовых, это, скорее, плохо, причем очень плохо. Почему плохо, Сергей? Ну, потому что в следующей сделке все потеряешь. Человек не может остановиться. Он получил сто процентов, он хочет сто пятьдесят, двести, триста, пятьсот тысяч. Ну, если брокерам говорят, вот конкретно сюда, забирай. Еще раз. Все. Юр, еще раз. Тема закрыта. Брокеры ничего не понимают. А, они не... Он, он, он за неделю сделал сто процентов. Брокеры говорили, что сорок годовых это много, я сделал за три дня сто процентов. Что я вас слушаю? А торговые... А торговые дни двести пятьдесят... Типа, вы дураки, ничего не понимаете, там, несколько лет на рынке, да, там, некоторые уже второе... Второй десяток разменяли по этому поводу, да. Вот. А я все понял. Нет, шутки шутками, но так оно и было. Он обвинил, наверное, всех вокруг, кроме себя. Да. Конечно. В то же время люди, которые вошли в самый неподходящий момент в 2008 году с разумными ожиданиями, они, конечно... Что это и самый неподходящий момент? После августа очень даже подходящий, а еще первый полугодие девятого года. Скажем так, скажем так, весной, да, вот, которым, безусловно, было больно весь 2008 год, 2009, но, в принципе, люди, ну, опять же, может быть, немного понервничав, да, и далеко не всех удалось убедить, что, вот, конечно, мы понимаем, что вы внесли 100 рублей, сейчас от них осталось нам 30, да, но вот сейчас самое время довнести еще. Это, конечно, так, не действует оправдой, да? Слушайте, а вот сложно же, вот мы вспоминаем, да, 2008 год, вспоминаем, допустим, май, да, венец российского фондового рынка, когда господин Миллер говорил, докапитализация «Газпрома» дойдет до одного триллиона. Эти слова я на всю жизнь запомню, да? Я тогда так эхидно хихикнул по этому поводу, ну, думаю, ну, может, правда, да, они же тогда достигали уже полутриллиона, очень близки были к этому уровню, да, но кто, 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 я к чему? Ну, очень ведь сложно в такой обстановке, когда человек видит, да, потом вот это падение, кошмарное падение, когда, ну, вспомните нашу программу, нашу встречу, да, ну, и что дальше, когда останавливались торги, когда все проклинали ФСФР, зачем они это делают, а трейдеры с аналитиками уезжали на дачу, потому что думали, что на следующий день не будет торгов, да? Как в этой ситуации быть, да, вот как, как понять, что надо именно сейчас входить, а? А вот, как, как говорят, умный знает, как выйти из сложной ситуации, да, а мудрый в нее не попадает. Надо быть немножко мудрее, зачем брать, ну, условно говоря, зачем на все покупать рисковые активы. Понятно, что если я купил, если я принес последние деньги, купил на все с плечом, то на самом, ну, вот, банально, вот сегодня тоже там с клиентами разбирались, да, с неудачным входом, я неудачно вошел на все, в Газпром по 350, Газпром упал на 250, у меня там, я большую часть денег потерял. Вот вопрос, продавать мне или не продавать, и никто не знает, где будет низ, и когда такой клиент приходит немножко там в таком паническом состоянии, это понятно, приходит и говорит, что, ребят, вы умные, скажите, что делать. А вот ты с одной стороны смотришь, что, в принципе, у человека минус 70%, с другой стороны, ты понимаешь, что надо резать, ты не знаешь, упадет еще или нет, ты понимаешь, что надо резать, потому что если упадет, то все, да? И здесь правильного решения нету, вот проще в эту ситуацию не попадать. Сергей, я хочу вас услышать, что делать в таких ситуациях? Ну, я придерживаюсь точки зрения, что надо четко следовать своей торговой стратегии, ограничивать риски, если позиция купленной акции начинает падать и приносить убыток, надо просто ставить лосс и закрываться, чтобы убыток там в 3% не превратился в убыток в 30%, а потом в 8%. Я проще объясню для слушателей, границы ставить, границы минимального, максимального, чтобы было понятно, то есть вот подходит к этому уровню, да? Я совсем прочно буду объяснять, чтобы было всем понятно все, тогда стоп-лосс выставляется, сделка все закрыта. То есть мы покупаем акцию и сразу определяем, что если она упала, там, не знаю, на 5%, мы ее продадим, чтобы не допустить ее падения на 55%. Сергей Дрогавцев у нас любитель теханализа, поэтому понятно. Да, я смотрю на рынок. Но работает, вот, ведь вы же работаете с живыми, да, клиентами, и что? Ну, если говорить о 2008 году, мы благополучно все распродали в конце мая и закрыли год с плюсом. Ушли в кэш. Да, ушли в кэш и закрыли год с плюсом. Вот, но такая торговля, такой стиль, он психологически некомфортен людям, потому что люди хотят получать первую прибыль в каждой сделке. То есть управляющие нормально себя чувствуют в этой ситуации? Управляющие нормально, да. Это стандартная рабочая ситуация. А инвесторы начинают дергаться? А инвесторы начинают нервничать, потому что они не готовы добровольно зарезать позицию, добровольно принять маленький убыток, да, и в результате этого их убытки минимально разрастаются в катастрофические. Вот, плюс они хотят угадывать в каждой сделке, каждую сделку закрывать с плюсом. На рынке это невозможно. Это не гадание на кофейной гуще? Это не гадание на кофейной гуще. Но они хотят, чтобы то, что они купили, лучше послезавтра закрылись с плюсом. Это невозможно. То есть если человек выходит на рынок, ему надо пересмотреть свое отношение к торговле. То есть первое, смириться с тем, что здесь есть убытки, здесь есть убыточные периоды, здесь есть убыточные месяца и убыточные сделки. И второе, не надо отбросить эту идею, что каждая сделка будет закрываться в плюс. Вот когда человек свою философию, свой взгляд на рынок изменит и поймет, что минус это неотъемлемая часть работы на рынке, это как бы наша плата за то, что мы участвуем. Серьезный психологический момент. Да, надо работать со своей психологией, чтобы добиться успеха на рынке. Ну или отдать деньги в доверительное управление, где с ними будет работать профессионал. И сам инвестор не будет каждый день принимать решение, не будет болеть голова. Ну, каждому свое. Это финал МФМ, программа «Сухой остаток». Значит, Сергей Дрогавцев, Александр Лопутин. Я хочу, чтобы вы растоптали сегодняшних гостей, да, вот опровергли все, что они здесь сказали. Но не просто, значит, я вам не верю, да. Я много чего, кому и чему не верю. Да, я тоже с подозрением отношусь ко многим вещам, особенно в политике. Но в данном случае мы говорим о фондовом рынке, да. Два управляющих, два человека, которые непосредственно занимаются управлением финансовых ресурсов, которые им доверяют инвесторы. Вот, соответственно, у вас есть уникальная возможность. Их сейчас раз пять здесь, да, в открытую, в прямом эфире. Я буду выпускать все самые злобные звонки в эфире. Буду зачитывать самые злобные письма, да. www.finam.fm. Вы понимаете, их-то не напугать. Вот я на них смотрю, это непрошибаемые такие вот. Я-то думал, зачем Юра от меня закрылся мониторами в самом начале программы. Да, это вот тайну открывает. На самом деле, ведущий на Finam.fm действительно за мониторами сидит, да. Ну, это так, безопасность нам огораживает, безопасность. Мало ли, что тут начнут делать гости. 65 10 99 6, 3w.finam.fm. Я убедился, что письма все-таки доходят, поэтому пишите, звоните. И задавайте вопросы, либо высказывайте свои мнения и соображения. Сергей Дрогавцев, Александр Лапутин. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Я сам на рынке не занимаюсь, но я пишу программное обеспечение для моих клиентов, которые этим занимаются, поэтому очень близко имею с ними дело. Вы знаете, вот хотел спросить, вернее, подтвердить мою догадку из моего опыта достаточно большого, что, в принципе, на рынок лезть с небольшими средствами, да, я не говорю сейчас про миллион четыреста на один опцион. Рублей, рублей. Да неважно, хоть рублей, хоть чего бы не было. Да, то есть лезть без поддерживающего фонда, скажем так, своего, да, который позволит тебе перетерпеть какие-то, ну, плохие дни, плохие месяцы, недели, да, плохое время, да, стабилизироваться. Лезть, в принципе, вот с такими маленькими капиталами на рынок, да, не в денежном отношении, а в процентном от своего, там, портфеля, да, в принципе, не стоит. То есть лезть стоит только, когда у тебя есть что-то за плечами, что-то поддерживающее, но что-то готов тратить и складывать. Спасибо, Владимир. Пожалуйста, господа. Так мы, собственно говоря, сказали, что деньги должны быть свободны и не надо их изымать там на следующий день. Слушатель прав с мелкой суммой пытаться спекулировать, чтобы ее расторговать, там, большие капиталы, по большому счету, ничем не получится. А выделять небольшую часть, как говорил Александр, от своего дохода нужные можно, там, не знаю, 10% в месяц от зарплаты ежемесячно инвестировать, допустим, в индекс. Вот, и тогда, там, через, там, 10-20 лет у человека будет достаточно большое состояние. Проблема в том, что мало кто на это, мало кто сможет это сделать. Почему? Потому что люди хотят здесь и сразу. То есть они не готовы быть миллионерами, там, через 20 лет, они хотят быть сейчас, растратить все свои деньги, плюс еще в кредиты залезть, там, купить, там, не знаю, мобильный телефон последней модели, хотя у него зарплат, там, не знаю, 10 тысяч рублей, а там за 40 покупает. То есть я вот до сих пор не понимаю, зачем это делается. Вот. Я промолчу. Вопрос был с маленькой суммой. Да. Активно, значит, там что-то пытаться делать нет смысла, но потихонечку инвестировать небольшие суммы. Курочка по зернышку, там, через 10 лет будет достаточно. Я думаю, имеет смысл. Как вариант фьючерс на индекс, а по бумагам, если смотреть, если какие-то, ну, вот есть тяжелые бумаги, да? Ну, я думаю, надо повторять индекс МВБ. 10 самых ликвидных бумаг, пропорционально вкладываться, периодически перетряхивать структуру, как вот меняется он на бирже. То есть не пытаться там изобрести некий свой велосипед. Этим надо заниматься или серьезно с утра до вечера, или вот просто пытаться так вот индексно инвестировать. Александр, что вы скажете? Согласен. Действительно, лучшие индексы в данном случае сложно что-то придумать. Любые попытки обыграть индекс. Даже у профессионалов они приводят к тому, что на большом промежутке времени мы повторяем индекс. Ну, зачастую, да, повторяем индекс, либо, скажем так, обгоняем индекс незначительно. Есть, безусловно, периоды, когда управляющий показывает доходность сильно больше индекса. Вот. Но, опять же, ни у одной стратегии нету, ну, у медали две стороны всегда, да? Есть такое состояние рынка, при котором стратегия зарабатывает, а есть состояние рынка, при котором стратегия, скажем так, не зарабатывает. Ну, вот, применительно к нынешнему рынку. Применительно к нынешнему рынку все трендследящие стратегии были просто разорваны в клочья в первый квартал, да? Ну, я имею в виду такие вот среднесрочные трендследящие стратегии. Насколько я знаю, они не заработали денег, как минимум, да? Вот. В то же время, например, такой портфель второго эшелона, который обгонял индекс, по-моему, ну, не в разы, но очень сильно обгонял индекс во втором полугодии прошлого года. Здесь, вот, в первом квартале, в первом и втором, скажем так, от индекса сильно отстал. Почему? Потому что, фактически, в феврале было максимальное значение по второму эшелону, а по первому эшелону это было аж в апреле. То есть мы получаем, что второй эшелон сильно обогнал, как бы, вот, в втором полугодии и фактически нивелировал свое, свое, вот это вот, как индекс нивелировал свое отставание от этих бумаг, да? Вот, пожалуйста. Что касается, что же касается, вот, тезиса от того, что с малыми суммами не стоит заходить. Что считать малой суммой? Нет, ну, не в смысле в абсолютном выражении, а в относительном. Да, наверное, не сказал бы. Вот, как, опять же, говорят, вот, что мой, ну, это больше применительно к трейдингу, ну, и к инвестированию в том числе. Размер моей позиции, то есть, грубо говоря, сколько рублей или сколько процентов от своего накопления я вложил в данную акцию, размер моей позиции отражает уверенность, мою уверенность в данной сделке, либо в данном активе. Если я понимаю, что, да, там, не знаю, рынок акций, там, 2008-2009 год, он упал, и он, скорее всего, вырастет. Я легко могу, например, относить туда, там, 20% от зарплаты, да? Понимая, что вот сейчас он вырос, я бы, например, там, ну, вот, если там брать апрель или какой-то вот, какой-то такой наверху, я бы вообще, например, немножко поастерегся бы туда инвестировать. Вот много или мало каждый решает для себя, вот, и здесь вот есть доля, доля рискового капитала в своих сбережениях. У кого-то 20%, у кого-то 80%. Это то, о чем говорил Сергей, эти деньги надо, про них надо забыть. На какой-то период времени забыть, да, и, и, единственное. Как в копилку. Да, как в копилку. Как в копилку, только когда эта копилка сжимается, а тут не вытрясать ничего. А хочется, хочется вообще ее разбить. Вот про что я и говорил, что для фондового рынка то, что хочется, как правило, неправильно. — Александр Лапутин, Сергей Дорогавцев, программа «Сухой остаток» на Финам.фм 651099.6, www.finam.fm. Сергей, а скажите, а вот ваш комментарий примитивно к нынешнему рынку, то, о чем говорил Александр, да, второй эшелон, который выстрелил в первом полугодии, второй квартал. — Во втором полугодии прошлого года. Значит, вот как здесь быть? Вы же сами говорите, да, ни в коем случае не надо, если ты не профессионал, если ты не можешь круглые сутки посвящать, ну, утрированно говоря, круглые сутки посвящать этой теме, да, то лучше, наверное, в эти бумаги не входить и не пытаться инвестировать в них. — Ну, если нет времени заниматься, то я бы не советовал туда лезть. — Предостерегаете. — Да, но как снизить риски там от того, что одна стратегия заработает, другая нет, потом они поменяются местами. Диверсификация. Часть денег мы в стратегию А, часть денег в стратегию Б, часть денег в стратегию С. В какой-то момент первая заработает, две другие ничего не покажут, какой-то в следующий момент там средняя, потом третья. И так совокупно наш портфель потихонечку приводит расти. Вот, Александр сказал, что в начале года тренд-следящие стратегии были порваны на кусочки, я уж так не стал бы так скучать краски, да, там по большинству стратегий дохода нет, но просадки находятся в рамках ожидаемого снижения, там 10-15%, то есть это как бы нормально. Есть стратегии вот нашим, то, что мы предлагаем клиентам, которые заработали, например, это вот стратегия нефть-золота-валюта-акция, плюс 17% с начала года, вот, но она заработала за счет того, что там используется инструмент фьючерсы, которые с начала года, на которых с начала года были тренды. Тренд на золото вверх, тренд на нефть вверх. Соответственно, российский рынок, все наши индексы болтаются в диапазоне, ничего там, пила. Вот, дохода нет, но основной доход пришелся с тех рынков. Это самая любимая тема, деривативные инструменты на рынке, но вот здесь я очень жестко хочу сказать всем, да, что это прерогатива исключительно профессионалов. Вот туда лезть без консультирования, без доверительного управления не стоит. Более того, даже чуть-чуть удалось заработать на шарте, на структурном продукте, нацеленном на падение индекса РТС. Вот за минувшие три месяца порядка 5%. Так, Александр, вы хотели что-то сказать? Или мы идем дальше? Нет, я просто оживился, когда затронули мою любимую тему, деривативы. Это, ну, договоримся, встретимся по этой теме отдельно. Большим круглым столом, потому что, на самом деле, к сожалению, я не знаю, по какой причине, деривативы дискредитировали вот за минувший кризис, да, тут же ссылаются на Америку. Я просто хочу сказать, что Россия не Америка. Нам не то, что близко. Мы очень далеки от того, что там произошло. И настаиваю на том, что, господа, ценные бумаги, на которых делаются фьючерсы, опционы, то есть деривативные инструменты, это риски, которые закладываются на этом, зарабатывают во всем мире. Да, американцы заигрались, но это не значит, что мы можем заиграться. Кстати, вот раз про Америку заговорил, не в тему, но все-таки сделаю небольшую рекламу американскому фильму. Вышел фильм «Too big to fail» называется. Очень советую посмотреть, правда, в интернете я его нашел только на английском языке. Вот, очень хороший, хорошо, скажем, хорошо снятый фильм, где очень хорошо подобраны актеры, где Баффет похож на Баффета, Полсон похож на Полсона, и все названо своими именами, да, что если это Тимоти Гайтнер, то это Тимоти Гайтнер. Если это Лемонт Бразер, значит, это Лемонт Бразер. Очень хороший фильм, кто английским владеет, очень советую посмотреть. Рекомендую. Очень рекомендую. 651099,6, www.finam.fm, Александр Лапутин, Сергей Дрогавцев, сухой остаток, Finam.fm, добрый вечер, алло. День добрый. Представляйтесь, пожалуйста. День добрый. Алло, да-да-да, вы, Фирим, как вас зовут? Нина Андреевна, такой вопросик. Какой механизм используют вот эти фирмы по поиску, скажем, людей, которые могли бы инвестировать какие-то средства? Вот я обычный человек, мне уже там полгода название, я не бизнесмен, полгода название человека, говорит, представляется, что вот он занимается вот всеми этими делами, значит, не хотел ли я бы инвестировать. Вот такой механизм возможен, чтобы люди просто обращались к неизвестно кому, не зная ничего обо мне, никаких сведений, и вот так вот предлагали. Вот такой механизм возможен, он, так сказать, доверие вызывает? Да, спасибо. То есть инвест-компания, управляющие компании, сети выставляют на горизонте, Сергей? Ну, это больше вопрос, наверное, к отделу продаж, как они ищут клиентов. Ну, безусловно, ведется поиск, там, пассивная реклама, активный обзвон клиентов. Слушайте, если не сказала, человек, звонивший ей, он представляет какую-то инвестиционную компанию, или это просто какой-то частный... Ну, допустим, что представляет инвест-компания. Ну, возможно, не знаю, там, может, какая-то утечка информации произошла, вот, обычно, не знаю, если человек говорит, что не надо мне больше не звонить, и больше не звонят. Да, действительно, значит, сейчас расскажу историю, я... Из жизни. Опять же, из жизни мы, как правило, в офисе, просто, ну, смеемся над этим делом, недалеко сегодня звонит, вот, к вопросу, откуда ищут клиентов, да, как правило, как правило, этим занимаются форексные конторы, потому что им нужен постоянный приток клиентов, там клиенты умирают один за одним. В третий раз разные компании форексные, откуда взяли они мой номер телефона, не знаю, звонят, говорит, Александр Игоревич, здравствуйте, мы представляем такую-то компанию... Мне звонят. Так, отлично. Такую-то компанию... Съемом звонят? Нет, мне предлагают машину застраховать. А, ну, это ладно. Причем, которая продал 5 лет назад. Интересует ли вас инвестиции в рынок валют и так далее? Я говорю, да, интересует, давайте. Высылают презентацию, я даю корпоративный адрес электронной почты, просто в надежде на то, что люди вменяемые, да, даю корпоративный адрес электронной почты. Мне высылают презентацию, перезванет, Александр Игоревич, давайте с вами встретимся и так далее. Я в течение 20 минут этого селза расспрашиваю, селсет-менеджера по продажам, расспрашиваю, что, как, а есть ли у вас... Начинаю с того, что, а можно купить доллар, заканчивая тем, что, слушайте, а у вас кроме ванильных опционов есть еще какие-нибудь, да? А вообще у вас в ФСФР-то лицензии есть? И так далее, вот. И люди вообще не понимают, про что я говорю. Вообще издеваются над людьми. Более того. Они тратят время на него, да, а он над ними издевается. Более того, да, ну, не знаю, издеваюсь, не издеваюсь, я говорю, последний вопрос. А вы знаете вот мой... Вообще сферу моей деятельности, откуда? Вот. Они говорят, ой, не знаю, интересно. Я говорю, а у гугла спросить, вот не судьба перед тем, как позвонить? То есть это действительно вот... Если люди звонят и не представляют, кому они звонят, но это как минимум неуважение к клиенту. Вот. По крайней мере, там у нас, ну, там селзы, вот особенно, которые работают не, условно говоря, не на входящем потоке, а которые там звонят клиентам и так далее, они узнают о клиенте, стараются перед разговором с клиентом, телефонным, узнать вообще, что клиент из себя представляет, кто он, как он вообще, ну, условно говоря, что ему можно предложить, да, поэтому, если просто так навязчиво предлагают, там, в третий раз после третьего отказа, я считаю, что уже некомпетентные абсолютно люди. Сергей Дрогавцев, Александр Лапутин, 6510996, 3w.finam.fm, Михаил из Петербурга пишет, я против фондового рынка. Слушайте, из-за... Я буду цитировать сейчас прям письмо, хорошее письмо. Слушайте, из-за всех этих виртуальных денег и происходят кризисы. В фондовых рынках выигрывают крупники. Это как киоск против торгового центра. Или как игра в казино, пишет Михаил из Петербурга. Один выигрывает, другие 10 проигрывают, а выигрыши, сами они остаются. Хорошее письмо из Петербурга. Насчет кризиса, насчет кризиса 100% прав. 100% слушатель прав, потому что действительно из-за этих пузырей возникает кризис. Финансовые кризисы возникают из-за финансовых вот этих вот инструментов. А точнее, из-за того, что их, ну скажем так, немножко зарываются. Заиграются. Заигрываются, зарываются, как угодно. Сея, вы как-то так сказали, хватил, да? Или как такое? Завернул. Завернул, да. Вот в чем завернул? Действительно, на рынке рынок так устроен, что на нем перераспределяются деньги от большого количества участников к относительно небольшому количеству участников. Просто задача каждого пришедшего на рынок, на мой взгляд, это стать, войти вот в этот круг избранных, скажем так, да, научиться сделать биржевую торговлю, делаем все свои жизни, стать профессионалом. Это не просто, для этого требуется время, требуется там несколько лет, но вполне реально, и история знает много примеров, когда люди там вообще без образования становились довольно успешными трейдерами и зарабатывали себе на хлеб с маслом вот биржевой торговлей. Просто если относиться так, а все это ерунда там обманывают, ничего не заработаешь, крупняк там отнимает деньги, следит за нашими стопами, то так и будет. Если человек приходит и говорит, я пришел сюда, всерьез и надолго, на всю жизнь я заработаю, он будет изучать рынок, он будет там не спать ночами, разрабатывать какие-то торговые стратегии, изучать закономерности, и рано или поздно добьется успеха. То есть успеха, неуспеха у нас в голове изначально. Либо доверяйте профессионалам. Знаете, еще самое интересное, что вот люди, которые говорят, вот кризис, будет кризис, ничего на этом фондовом рынке не заработаешь и так далее. Происходит, опять же, есть примеры, ну не столь страшные, как я рассказывал до этого, да, есть примеры, когда действительно человек начинает с того, что фондовый рынок, это полное фофло, заработать нельзя. Рынок растет, растет. Ему один человек говорит, слушай, я там пивку пил, я заработал там 20 годовых. Второй говорит, я пивку пил. Типа, нет, это все фофло, ты все равно потеряешь деньги. Третий, пятый, шестой. Потом первый, который вошел, говорит, слушай, я вот уже деньги снял, я уже машину же не купил на это дело. Вот просто вот сказал, что все, мне хватит. Вот во уже. И тут срабатывает российская сакраментальная традиция. Да чтоб у тебя машина сломалась на первом перекрестке. Нет, он даже покупает. Это-то бог с ним. И тут Газпром по 150 дорого, по 200 бешено дорого, по 300 неимоверно дорого, а по 350 дешево. Почему? Потому что все заработали, а я еще нет. И вот такое отношение, как бы хаять то, чего не понимаешь действительно, к сожалению, оно приводит к тому, что вот я не понимаю, не понимаю, а почему он заработал? Но тем не менее, я благодарен Михаилу из Петербурга. Это на самом деле очень важный такой вопрос. Он часто вот муссируется, скажем так, в обществе, да, вот эти вот киоск, там, торговый центр, казино там и так далее. Ну вот сидят два профессионала, которые точно в казино не играют. Да, кстати, еще по поводу этого, действительно, то, с чего я начинал, вот в начале передачи, да, то, что один непрофессиональный трейдер на рынке, как правило, да, ну, имеет очень большие шансы проиграть. Так становитесь на сторону вот этих вот более-менее крупных игроков. Действительно, приходите к профессионалам, пока сам, пока вот я не почувствую, что да, я сам могу там инвестировать, я отдам деньги в управление. У нас буквально две минуты остается. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Алло? Добрый день, Татьяна. Да, Татьяна, пожалуйста. У меня два года назад постоянно названивали, так сказать, компанию подобное, что Михаил говорил, предлагали вложить деньги на понижение доллара, но вошел на компанию, в офшоры, и не лицензии ничего, я так понимаю, нет, и вот потом, вот уже говорю, мне это неинтересно, они меня полтора года, в тему, с этого, вот, так сказать, наглые. Да, да, вот постоянно, 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 люди, может быть, нет, я там недвижимость, приобрет, там еще чего-то, но вот именно, вот, как сказать, такой третинг шел сильный, вот, ну, домогались, так скажем, то, что я пошла туда. Спасибо, спасибо, Татьяна. Ну, в общем-то, эксперты уже ответили на этот вопрос, будьте внимательны, крайне осторожны, в конце концов, даже если вы принимаете решение пообщаться, да, с специалистами, с управляющими того или иного инвестиционного дома, ну, вам должны представить необходимые документы, вы можете историю посмотреть, как долго эта компания на рынке работает, ну, и так далее. То есть, мы постоянно проговариваем эти вопросы в сухом остатке. в первую очередь, еще раз говорю, смотрите юрисдикцию. Очень коротко, твой тезка Александр спрашивает, ну, тут благодарите за программу, вы меня напугали, пишет, я как студент второго курса не собираюсь начать зарабатывать только в 30 лет, хотя сейчас нет и 20, то есть, он намеряется раньше это сделать, но конкретный вопрос, не считаете ли вы, огромный госдолг США и плохие кредиты Китая не приведут ли они к новому экономическому кризису? Коротко. Коротко, но я думаю, что не в ближайшие годы. Сергей, будете комментировать? Я скажу так. Как специалист по теханализу, я знаю, вы не любите эти вопросы. Нет, я скажу так, что не надо ломать голову, что там будет через 100 лет, через 50, через 20, мы все равно не знаем, рынок поступит по-своему. Есть тренды, торгуйте, он растет, покупайте, зарабатывайте, он падает, или отходите в сторонку, стойте в кэше, либо шортите, зарабатывайте на падение. Согласен. И вот еще маленький такой момент, что действительно много интересных вопросов, это один из интересных вопросов, на которых денег никогда не заработаешь. Сергей Дорогавцев, Александр Лапутин, Сухой остаток Финамофа.